Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я, ее ведущий, Валерий Седов. Сегодня в выпуске мы рассмотрим сразу несколько интересных тем, а начнем, как водится, со сводки происшествий. В этот раз расскажем ее за месяц прошлый, то есть за январь. За первый месяц 2024 года на дорогах Рязанской области зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 11 человек погибли и 99 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано более полутора тысячи ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Основными причинами ДТП являются несоблюдение скоростного режима, выезд водителями транспортных средств на полосу встречного движения в нарушении правил дорожного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил обгона. За январь текущего года на дорогах Рязанской области зарегистрировано 11 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребенок погиб и 15 получили ранения различной степени тяжести. В 8 из 10 случаев несовершеннолетние выступали в качестве пассажиров транспортных средств, в остальных трех – в качестве пешеходов. Инспекторы ДТП и ГОИ выявили более 120 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 133 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 60 водителей на законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского свидетельствования ответили отказом, в связи с чем в отношении этих граждан составлены соответствующие административные материалы. Также выявлено 23 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. Выявлено более полутора тысяч нарушений, связанных с управлением тонированными автомобилями, 153 нарушения, связанных с перевозкой детей, более 200 нарушений совершили пешеходы, около 130 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов. Выявлено 112 нарушений, связанных с выездом водителями транспортных средств на полосу, предназначенной для встречного движения в нарушении требований ПДД. Сотрудники госавтоинспекции в этом году получили новые автомобили. Это Хавал F7. 13 автомашин пополнили на автопарк госавтоинспекции. 10 машин будут патрулировать улицы города. Еще две – Рязанский район, одна отправится в Спасский район. Подробности о том, как это все произошло, расскажем дальше. 200 лошадок и полный привод. Этим могут похвастаться автомобили Хавал, на которых с сегодняшнего дня будут передвигаться сотрудники госавтоинспекции. 19 февраля им обновили автопарк. Я с уверенностью хочу сказать и могу сказать о том, что данный автотранспорт будет использоваться именно по назначению, для того, чтобы не было, а может быть, и меньше, просто не могу сказать, что не было вообще дорожных трассов на происшествии. Автомобили оснастили всем необходимым. Теперь на борту современные средства связи, компьютеры, точные измерительные приборы. За одним автомобилем закреплены 4 человека, то есть 2 экипажа ДПС. Сегодня мы с вами получили новые современные автомобили с повышенными характеристиками по проходимости, оснащенными системой видеонаблюдения, радиостанцией, световой и звуковой сигнализацией, укладкой оказания первой медицинской помощи. И вы, как сотрудники госавтоинспекции, должны профессионально применять патрульный автотранспорт, все технические средства, которые стоят на балансе подразделения. С приветственным словом к инспекторам обратился и ветеран службы Владимир Конкин. Он рассказал, что в годы своей службы на 100 человек было 15 «Жигулей» и 22-колесных «Уралов». Сейчас автопарк значительно изменился. У каждого патруля есть свой транспорт. Новые «Солярисы», новые «Октавии» «Шкода», новые «Хавалы» вот сейчас получаете эти автомобили. Это вот вездеходы, на которых только можно работать успешно и эффективно. Для инспектора автомобиль – это первый друг и помощник. И без него, конечно, работы не получится хорошей. Это уже третье пополнение автопарка региональной госавтоинспекции. В этот раз по федеральному проекту «Безопасность дорожного движения». По машинам. Десять автомобилей будут патрулировать город. Еще два – Рязанский район и один – Спаский. Лет или зима сотрудники госавтоинспекции продолжают традиционный рейд под названием «Тонировка». Как несложно догадаться из названия, оценивают они светопропускаемость стекол. Боковых и, соответственно, ветрового. Напомним, согласно регламенту, светопропускаемость должна быть не ниже 70%. Но каждый рейд сотрудники госавтоинспекции выявляют нарушителей. И количество их приличное. Таким оперативным видео с места проведения рейда по тонировке поделились сотрудники госавтоинспекции. В плотном потоке автомобилей они высматривали тех водителей, кто, вопреки всем памяткам, своего железного коня все-таки решил затонировать наглухо. Согласно техническому рекламе, за безопасность колесных средств, светопропускание ветрового и передних боковых плетов транспортного средства должно позволять не менее 70%. Если этот норматив не выполняется, то эксплуатация такого транспортного средства запрещена. Штраф остался прежним – 500 рублей. И сколько на одном и том же ни попадайся, водителю спишет ровно такую же сумму. А вот тонировку снять все равно придется. Может и не сразу. Если же водитель по той или иной причине пленку снять откажется, то инспектор выдаст такому водителю требования. Мороки здесь еще больше. Устранить нарушение надо в течение суток, после отметиться в госавтоинспекции, что нарушение ты устранил. Легче все же советует бывалый оторвать пленку на месте. В госавтоинспекции рассказали, что уже через час с начала рейда выявили 30 нарушителей. Дальше – больше. Статистика за рейд примерно одинаковая. Для любителей затонироваться все просто. Одну пленку оторвал, новую наклеил. Итак, до следующего штрафа. Пока максимальная ответственность – административный арест на 15 суток – не настигнет упертого автолюбителя. Каждый год ребята из ЮИД – юных инспекторов дорожного движения – посещают специальный батальон госавтоинспекции. Для них устраивают там экскурсию. В этом году ребята тоже посетили один из таких. И сейчас расскажем, что им показали и в каких комнатах побывали ребята. В этом самом классе обычно проводят инструктажи личного состава батальона ДПС, которые заступают на службу. Но сегодня места инспекторов заняли другие гости – юидовцы из школы номер 63. Экскурсия по батальону для них началась с истории. Им рассказали, как менялась служба. От простого – форма и обмундирование – до необычного. На, скажем так, вооружении был даже вертолет в 70-е годы. А побывать в отдельном специализированном батальоне ребята из ЮИД смогли благодаря всероссийской акции «Студенческий десант». Помимо кабинета, школьники увидели, где вооружаются инспекторы. А также подержали в руках самое настоящее оружие. Нет, двумя руками. Выставку с оружием батальона организовали специально для школьников. Ребятам показали, какие именно образцы стоят на вооружении у госавтоинспекции. А это, говорят сотрудники госавтоинспекции, всегда самая любимая у детей часть экскурсии – патрульный автомобиль. Здесь с лекционной частью не затягивают. Ребятам практически сразу дают посидеть внутри и понажимать на все кнопки. Да еще и в громкоговоритель поговорить. На зависть одноклассникам. Соблюдайте правила дорожного движения. Такие экскурсии проводятся минимум раз в год. Участники зачастую – члены отряда юных инспекторов дорожного движения из разных школ, чтобы ребята познакомились с профессией сотрудника госавтоинспекции. Учитесь на пятерке и четверке, а лучше только на пятерке. Изучайте правила дорожного движения, не нарушайте эти правила. Ну и ждем ваша наша стена в качестве сотрудника. Традиционно такие экскурсии заканчиваются возложением цветов в мемориалу сотрудникам ГАИ ГИБДД, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Это была программа «Жизни дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok